Цитата. «Что ты строишь?» – в один голос закричали удивленные Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. «Что это? Дом для поросенка или крепость?» «Дом поросенка должен быть крепостью!» – спокойно ответил им Наф-Наф, продолжая работать. «Не собираешься, уж ли ты с кем-нибудь воевать?» – весело прохрюкал Ниф-Ниф и подмигнул Нуф-Нуфу. И оба брата так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. А Наф-Наф, как ни в чем не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыча себе под нос песенку. «Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не ворвется в эту дверь. Я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней. Дом я строю из камней, из камней, из камней. Никакой на свете зверь не откроет эту дверь. Хитрый, страшный, страшный зверь не откроет эту дверь. Хоть полсвета обойдешь Никто подпеть не хочет Взрослые, серьезные люди Обойдешь, обойдешь Лучше дома не найдешь Не найдешь и так далее Кто знает Из какой это Сказки Никто не знает Ну, ничего мы говорили Мы же говорили о символе дома Мы говорили о том, что дом во сне Почти как в сказке Что такое? Может система ценностей у внутренних Ну, в общем Правильного слова же нет Потому что Все же это метафора, правда Фрейд бы или там какая-нибудь Анна Фрейд Психоаналитики классические Сказали бы, что это система психических защит Да, но вообще это Отчасти, конечно, и касается Наших последних разговоров По радио о гештальте Потому что Речь идет о том О чем мы говорили и в прошлый раз Я обещал продолжать Речь идет о том, что У человека есть потребность В некоторой окончательности Правда? Вот действительно Мне тоже кажется Что Наф-Наф всячески демонстрирует Что он построит Окончательный дом И, конечно, речь идет О сооружении Вокруг себя Неких психических защит Некой обороны Индивидуальности Правда От возможных вторжений И тогда Сам по себе Хитрый волк Страшный волк Это кто? Жизнь Внешний мир Реальность Со всеми ее ужасами Я тут Правда Я был потрясен Ко мне пришла И слушательница наших Впервые Я на психотерапевтическом приеме Такое услышал Я просто Я горд Вот Мне пришла дама И поставила проблему Чего она хочет избавиться Немолодая дама Она сказала Я ненавижу Путина Ну вот Она это поняла И вот Окончательно Это так Как бы Выглядит Правда Да И вот Я не могу Я не сплю От этого Да Я не сплю От этого Ночами На полном серьезе Я Совершенно не шучу Но я Вот Впервые Об этом услышал Это некая Тоже Вывернутая Наизнанку Ценность Правда Вот Как бы Она поняла В конце концов Цель своей жизни Своих страхов Это Ненависть к Путину И вот Значит Она там сидит Где-то в Подмосковье И ненавидит Путина Как бы И в общем Ощущает это Как проблему Но это такая Стена Правда Она же Одновременно Сверхценность Ценность Этой фигуры Ворогов Запад Всевозможные А ночью Батареи привязывались Да Да Ночью Батареи привязывались Точно Причем Это было такое Как у нас говорят Массовидное движение Да Ну вот Если хотите Это проволока Которой они обматывались Это тоже дом И вот что я вас хочу спросить А как вы думаете Господа Вот Можно ли построить Такой дом Такую абсолютную Защиту от волка Кто помнит Чем сказка-то кончается Про трех поросят В исполнении Сергея Михалкова Он через домоход Точно Он через домоход Пытается пробраться Но умный Наф-наф Слышит шум В домоходе И значит Разжигает Камин И волк Ошпаренный Но живой Обратите внимание Вылетает Обратно И весь такой Побитый Скулящий Убегает Там еще Фигурировал С водой Да Там еще фигурировал По-моему Котел С кипящей водой Я хочу сказать Что Итого Можно от волка Избавиться Ну Ну как вы думаете Ну правда Он вернется Или там Скажем Другие волки Ну в общем Правда Вот 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 Это уже Очень интересно Сейчас Секунду Это самое Я хочу сказать Что Волк В данном случае Что Символ чего Реальности Инфернального страха Или Или как мы с вами Говорили Многократно Я очень люблю Этот образ Первичной тревоги Которую описал Утранг Да Помните Человек Эмбрион Чувствует Себя В утробе Матери Более Пространстве Которое На множество Порядков Больше Правда Чем то пространство Которое было В животе Мама И В некотором смысле Дом Символ дома Пещеры Мы это все Обсуждали Это символы Матки В смысле Есть некоторые Желания туда Вернуться Для того Только там Можно почувствовать Себя абсолютно Защищенно А так Вот эта вот Реальность Которая Всегда Больше Меня Всегда Я же не могу Предсказать будущее Не могу предсказать Что будет завтра Со мной И с моими близкими Я ее боюсь И поэтому Стремлюсь Оставаться Дома Да Потому что На самом деле Этот злой волк Это реальность Она Действительно Во много раз Сильнее меня Она всемогуща В некотором смысле Она постоянно Грозит смерти Кощей бессмертный Очень близкий К образу волка Правда Как бы Обычно Только Герой русской сказки Только Вместе с волком Туда Прибирается Волк ему должен Помочь И тогда Тогда Можно пробраться В царство Кощей Вот И И Поэтому В принципе Глобально Волк Не истребит Сказка То ли заканчивается То ли нет На уровне Постройки Крепкого дома Ваня При чем тут Сказка О семерых котятах Козлятых 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 Но при том Что Волк Дальше Вращается Использует Хитрость Переодевается Но в сказке О семерых котят Волк у нас Мангл Козлят Потому что Поет Песню Мангл Козлятых Переодевается Соответственно Старается Замаскироваться И хитростью Ваня прав И что На самом деле Изначально Просят Сколько Должно было быть Семь Как и козлят Вне всякого Сомнения Почему Чего я так Смело Это утверждаю На самом деле Есть Много Очень интересных Танг На самом деле Вся эта история Она из того Сборника Англо-американского Которую мы знаем Под названием Сказки Дядюшки Римуса Просто в тех Редакциях Которые Были у нас Туда Сказка Не входила Но Это уже Литературные Сказки Они Обработанные Древние Фольклорные Сказки Говорят Изначально Поросят Было Семь Но В силу Того Что Это Вообще Предельное Число У нас же Нет никаких Приключений Отдельных Козлят В сказки Они Все Вместе Вот Это И должно Произойти Для того Чтобы Защита Стала Максимальной Или Оптимальной Как хотите Должно Собраться Вместе Семь Поросят На самом Деле А не Три И Тогда Только Тогда Они Окажутся В некой Символической Утробе В которой Смогут Чувствовать Себя Полностью Защищенные Потому Что Семь Это Древнее Число Целостности Самое Древнее Самое Полное И Я Уже Сейчас Я Из интереса Собрал Я могу Почитать Сейчас Не буду Что там Вспоминается Сразу Да Раз Паша Пришел Вспоминается Что Минора Это Семисвешник Все Так Правда Как бы Что Семь Колен Израилевых Семь Архангелов Семь Ангелов Апокалипсиса В окровении Иоанна Семь Светлых И семь Черных Богов Древнего Египта И так Далее И так Далее И так Далее И так Далее И тому Подобное Потом Могу Почитать Чтобы Сейчас Сход Не лазить А зато Три Это символ Трансформации Три Мушки Тера Христос Семь Совершенно Верно Полностью Согласен Только Почему Зато Три Это символ Возможности Трансформации Именно Поросят Ну То Попробуйте Себе Представить Что Волк Пробрался Через Дымоход Или Ошпаренный Потом Вернулся Через Окно И Трое Наших Поросят Были Вынуждены Убежать И побежать К четвертому Поросенку К четвертому Поросенку Соответственно Нам Не хватает Четверых Поросят Кошмар Какой-то Когда Передо Мно Еще и Зеркало Как бы Попробуйте Придумать Для себя Все Сразу Опечалились Как зовут Оставшихся Четырех Поросят Где Они Встречаются Ну вот Значит Один Построил Слабую Защиту Видимо Был Доверчивый Второй Построил Чуть-чуть Посерьезнее Третий Совсем Недоверчивый Кто-то Сказал Что он Какой Нарцисс Засовы Железные Двери Охранная Сигнализация Видеокамеры Программа С реакцией На волка Там И так далее И тому подобное Спутниковая Антенна Не помогло А дальше А дальше Что Вот они Убежали Волк Оказался В этом доме А они Побежали Куда Космос Что Ракета Пожалуйста Это Это Вот дальше Я хочу Чтобы вы Буквально На протяжении Пяти минут Подумали Все исходные Куда К цифре Четыре К четвертому Поросенку Как его зовут Что первое Приходит В голову Попробуйте Нет Понимаете Какая штука Для меня Очень важно Чтобы вы Попробовали Создать Не универсальную Концепцию Оставшихся Четырех Поросенок А свою Собственную Ну вот Сели они В ракету И полетели Дальше Им надо найти Пятого Поросенка Каким-то Он где Ну это Вот Пожалуйста Да Можно Я Карандаши Бумага Да Все есть Я даже Не знаю Стоит ли Но я Можно Например Можно Я вот Для себя Изображаю Первый Поросенок Он В Полупрозрачном Доме Да Полупроницаем Второй Поросенок Он Более Проницаемый Дом Можно Мандулу Их Объединить Пожалуйста Третий Поросенок Наконец Строит Дом С прочными Стенами Извините Дырка Случайная По причине Как вариант Когда я Для себя Что-то такое Рисовал Я пытался Вот так Строит Это может быть Обратите внимание На что похожа Ваша мысль Какая еще Есть Целостность Древняя Символическая Архетипическая Ну в те времена Когда складывались Эти сказки Все считали Что есть Семь планет Видимых Семь планет И соответственно Семь небес Мистического Христианства Семь кругов Ада Помните Уганты Каждый Кстати говоря Отделен Разными Переборками Можно полетать С планеты На планету Только Ну Как Я вот что Имею ввиду Я хочу От вас Правда Ну правда Ну у меня Гипнотический Голос Я занудный Я Хочу От вас Правда Что-то Вроде Сна Я не хочу Чтобы вы Конструировали Мистическую Конструкцию Я Когда вы Это поделаете Я попробую Объяснить Почему для меня Это так важно Но на самом деле Я хочу Чтобы вы Придумали себе Сказку Вот Сбежали Четверо Поросят Из этого Трое Поросят Из этого Каменного Дома И побежали Сокройте Глаза И представьте Они куда бегут Ну в вашем Понимание Куда На корабль Ну вот Да Не-не-не Не так Настойчиво Иначе Они у всех Побегут На корабль Понимаете Как это Что Универсальный Большой Незнайка На луне Ковчег Построили же В свое время Просята И утята И цыплята Ковчег И волк Заплыв Брас Со всех сторон Волки Медленно Окружают Кто Ничего Не придумал Рассказывайте Вот Ваня Давай Медленно Верно 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 У меня Поросят Побежали Побежали С дома Въезд Встретили там Пороценка Который Жил на дереве Поросята Остальные Были не такие Ловкие Вес Все вместе Они на деревьях У них жить Не получилось И так Спятся А это мы Побежали Пятым Поросян Сейчас Давай будем Схему Изображать Значит Первый Второй Все более И более Сильные Защиты Мы до Четвертого Добрались Этих Не рисуем На дереве Так На дереве Ну Зачем Почему Пришлось Мотать С дерева Потому что Он-то умел Владеть По деревням А остальные Нет А волк А волк Соответственно Тоже нет Но он Заискал Остальных Которые Не в мире Так Дальше Значит На дереве На горе Так Но сам Поросенок Жил В узкой Пещере И туда Не забились бы Все поросянки Так В небе На Орле Травяной Нет Сюда И изгоняют Волков Но уже Свистя По очереди Свистя Свистя Ну Изгнание Свистульками Происходит Значит Надо Сесть Вот они По очереди Свистят Их Волков Ну И так Спас Как-то так Замечательно Какое Что вам это напоминает Путешествие Нильс Издичь Ну А еще что Ну Смотрите Мы Во-первых Ваня не было Честно Не было Видео Тоже В интернете Не было По-прежнему Некому У нас Монтировать Поэтому Ваня Не мог Слышать Всего Того Что Мы Говорили О Дереве Горе И Пещере Правда И Наконец То О чем Мы вообще Не говорили Но Наверное Заслуживает Отдельного Обсуждения Долина Между гор Она вам Ничего Не напоминает Что Представляет Из себя Географически Где Что Что Находится В сказках В долине Между гор А Чего Речка Домик Ведьмы Еще Чего Сказочная Страна Сказочная Страна В конце Концов Шамбала Конечно Да Тридевятое Царство Царство Махатм Тибет Находится В долине Между гор Очень высоко Там Всегда Расположены Все Тайные Царства И Вооружившись Их Знаниями Наверное Можно Действительно Как бы Вернуться В каменный Дом И с помощью Свистульки Изгнать Духов По-моему Гениальная Схема Что Она О чем Она Говорит Про Ваню Что Она Говорит Духовностью Расвещенный Сною Путь Как Тибет Давай Ну По крайней Мере По-моему Она Говорит Только Одно Что Он Избирает Путь Вверх По Вертикали Ему Интересно Что То Такое Что Мы Называем Духовностью Нево И Мы Не Знаем Что Ну Вне Всякого Сомнения Он Пытается Взлететь Да Какие Еще Есть Версии Очень Острый Конфликт На Тему Того Что Один Может Спастись Но Тогда Придется Не Спасти Всех Остальных Вот У него Два Раза Это Возникало Один Может На Дереле Потому Что Умеет Но С С С С С Один Может В Пещере Но Туда Не Впихнуться Все Остальное Обратно В матку Дороги Нет Особенно Буру Для Поросян Да Да Поэтому Сбегает Из Пещеры И Продолжает Упорно Карабкаться Вверх Что Там Выше Дерева Горы Ну В общем Здорово Так Еще Версия Есть Вот У меня Есть Версия Конечно Поросята Осознав Что Спасения Нет Такой вариант Кстати Тоже Существует Обмазывают себя Глиной Грязью И Забегают На тропе От полка Так Вот Как только Волк Продникает Они С диким Хрюканьем Со всех сторон Окружают Волк И Волк Не понимая Что Происходит Шарахается И бежит Куда Ни глядя Потому что Он не знает Что там происходит Они Пугают В итоге Решают То есть Пугание Волка Стало В любом Занятии То есть Они бедуют И там Где только Волк Они До тех пор Его так Запугали Что Пакивально Просто Семеры Поросят Да Отходят Десятой Стороной Вот Они Семеры Семеры Ну В общем Они Бежали Потому что Семеры Волк 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 То есть Бедой В итоге Больше То есть С присоединением Каждого Следующего Поросенка Из леса Они его Пугают Все страшнее И страшнее А Как вас зовут Что мы можем Сказать о Николае Ну Скорее всего Он сторонник Социал-дарвинизма Да Теории Око За око Зуб За зуб Как бы Поросята В бронежилетах Обмазанные Грязью Как бы Каждый раз Увеличивают Группу По одному Если не справляются Трое Прибегает Четвертый Правильно Понимаю Как бы Сколько Надо Поросят Чтобы напугать Волка До смерти Семь Как бы Что это Взвод Октябряцкая Звездочка Как бы Еще версии Есть Давай Краткий Я понимаю Четвертого Поросенка Зовут Уф Он построил дом Под водопадом Когда превышались Четыре Поросенка Они думали Что Это плохой дом Там С волкой Хучу И все равно Не боится Лады Съесть Они побежали То есть Волк водоплавающий Нет Под водопад Водопад И там Можно зайти Просенок Не заметил Ага Вот Они побежали К пятому Да А пятый Просенок Построил Дом На дереве Ситуация В том Что Они просто Не смогли Там все Уместиться Ну как бы Они попадали То есть Гнездо Оказалось Молом Да Это Совершенно Везду Они Истегались Попитали Гнездо Просят Поросенку Миф Миф Как Миф Миф Он построил Громик Под землей Но волк Их Начал Раскапывать В общем Они едва Не убежали Из него Из землянки Но вот Седьмой Поросенок Поступил В Питере И построил Дом Взарусе Цветов Которые Были Очень Запутаны Поросенок Там Находи И волк Он В замке Цветов В замке В замке В замке Это Зарусских Цветов В замке Очень трудно Было Изучить Потому что Цветы Пахли И поросята Успевали Всегда Сбивал Нюх Убежать В общем Они все Тоже Оставляли Одного Поросенка Чтобы Он Свидел Что Примечается Волк Чтобы Он Тех Разбудил И Они И Жили Что Можно Сказать Макарите Вы Говорите Александр Геннадьевич А мы Посмеемся Я хочу Сказать Ну Правда Очень романтические Поросята Они все время Находят Такие Хорошие Виды Для съемок Кино Подвиноват Я просто Хириник Смотрела Маргарита У нас Такая Водная Стихия Очень Женственная Правда Ну Четвертый же Поросенок Под водопадом Именно водопад А не пещера На первом месте Она Может Адаптироваться К самым тяжелым Условиям Как вода Принимая Форму И вместе С тем Не все так просто Не такая уж Она и мягкая Вот Но Умеет Ускользать Вот Всяких Разных Давлений Найдет Гнездо Где Возможно Возможно И невозможно Скрываться В зарослях Не знаете Такого сказочного Мотива Ничего не напоминает Шиповничек То бишь В нашем Наиболее известном Варианте Спящую красавицу Да Это Заколдованный Цветочный Там Спящая красавица Должна быть Обязательно Потому что Поэтому Маргарита Просыпает Все время Она Это я про нее Просто знаю Ну и чтобы волк Заблудился Как рыцарь Он должен Быть обязательно Волшебным Конечно Заколдовленным Потому что Какие же там Цветочки волка Становят Это же понятно Нюх-то Нечеловечий Как бы Ну и Гнездо И Подземное убежище Это чисто Женские символы Видимо Маргарита Где угодно Собьет гнездо Правда? Но здесь же То же самое Что И у Левана Все-таки Тесноте А Маргарита Не хочет Пустите Маргариту На свободу Да Ну Да А А А трансформироваться Ты больше В общем Где же там Развернешься Это Понятно Да Это же проблема Мучает Иваню Еще кто-нибудь Да А как же У меня очень жестокая Сказка Вот Я даже И сама Испугалась Как она у меня Складывалась В голове В общем Я ее буду Аккуратно В уголку Чтобы не напугаться Остальных Хорошо Ну вот Три пороселых У меня не делятся Потому что Они олицетворяют Греховную Человеческую природу Мясо Да Так Вот В общем Они строят Дома Как бы Это наши чувства Наша слабость Наша беззащитность Это строят Дома Это вот Не мы Это вот наши Какие-то такие Инстинкты Такие плохие В общем В конечном счете Эти поросята Это жертвенное Животное И они За Как это Потом их Сжигают Запекают То есть В общем Пришел волк И танцуя Мумба Зажарил Их И съел В общем Если это В сказку Перевести И все Он Он Скинул Волчью шкуру Оказался Милым дядечкой В очках Облизнулся С наслаждением Съел Трех поросет У меня Бук С волхвами С Велесом Вот так Ассоциируется Поэтому Не может быть Вот такой вариант Что это Дядечка Какой-нибудь Волхв Как это Железная маска А Так Ну ладно Хорошо Еще какие-нибудь Варианты Я до конца Не придумал У меня сначала Тоже Была гора Гора Потом Был Остров Ну Магонек Тоже не удалось Потому что Волк Прилесел С ним На воздушном Шарише Вот Потом был Остров А Следующий Поросенок Цирк работает И так как Цирк постоянно Пережал И Вообще Там охрана Там люди Охрана Да Дальше Я пока Дальше Работал Цирк Вот Я думаю Что Да Много Надо сделать Короткий перерыв Я Попробую Вам Почитать Еще одно Почему я Все это Зарисовываю И пытаюсь Объяснить Потому что Самое Нам Программа Программа Серебряные Нити Близкое Значение Это 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 Конечно Семь возрастов Человеческой Жизни Классической Европейской Традиции Ну Мистической Мистической Но тем не менее Обозначенные Помните Где Ваня должен Помнить У Шекспира Просто Все помнят Первую фразу Весь мир Театр И люди В нем Актеры Входящие Сходящие С подмостков Имеющие Каждые Семь ролей Семь возрастов Сперва Сосуд Грудной Мяукающий На руках У мамки А дальше Свежещекий Мальчуган Улиткой Нехотя Ползущий В школу Любовник Вдох Вздохе Жаркие Свои И вирши Даме Сердца Приносящий Солдат С усищами Точно У барса Задира Чистолюбец Квернослов Что кинутся И в пушечное Жерло Готов За славы Мыльным Пузырем Затем Судья Солидно Брюхий Строгий Умявший Жирненького Коплуна Красующийся Стриженой Бродой И трафаретных Мудростей Набором Пестрые Странные Хроники Возврат Младенчества Беспамятные Вовсе Без глаз И без зубов И без всего Это я вам просто Напоминаю Сейчас Сделаем Перерыв Ну вот Это На самом деле Ну так Отчетливо Появляется В эпоху Возрождения Вместе с Шекспиром Вместе с Появлением Опять Откуда Не возьмись Астрологии И там Семь возрастов Соответствуют Семи планетам Каждый возраст Имеет какую-то Свою Определенную Функцию И поэтому Когда вы Придумываете Эту сказку Вы все равно Как бы Гадаете Если хотите Для меня Это один Из лучших Способов Гадания Потому что Вы Всегда Придумываете Какие-то Метафоры Своего Будущего И тот Кто с нами Честно Пытался Рисовать Мандалы Как это Делает Маргарита Это очень Интересно То что Вы придумали В рисунках Объединить Мандалы И посмотреть Что за проект Будущего У вас Получается Как он Выглядит Этот проект Как вы Сами себя Видите Потому что Смотрите Первый Поросенок Живет В травяном Домике Ну Виде Соломиным Одно и то же Он Чрезвычайно Легко ранен Он Очень Зависит От внешней Среды То бишь От родителей От мамы И так далее И тому подобного Во втором Возрасте Ранним Подростковым Он строит Колючий Дом Ветки Шупы Значит В разные Стороны Он колется Пытается Обрести Самостоятельность В конце Подросткового Возраста В третьем Возрасте Третий Поросенок Строит Железные Защиты Он В 18 19 лет Точно знает Кто он Такой И вообще Как он Дорого Стоит И Он Очень Раним Он Впускает В дом Конечно Друзей Братьев Ровесников От всех Остальных Отстреливается Как из Бронебойной Пушки В первую Очередь От того же Правда Внешнего Мира И реальности Это он Тот самый Возраст Когда Максимально Крепкий Гештальт То есть Какое-то Такое Окончательное Мнение Очень Важно И Девушки Юноши Пропускают К себе Ограниченный Круг близких Всех Остальных Старательно Отбиваются Иногда Мы Застреваем В этих Возрастах Понятное Дело Правда Это Известно Дальше Так как Мы все Здесь Присутствующие В общем Более или менее Бронебойную Стадию Прошли Дальше Мы Как-то Реагируем Да Вот Николай Как бы Говорит Что Надо Делать Мне Мне Ему В его Жизни Он Говорит Надо Укреплять Оборону Надо Наращивать Мышцы Закупать Пулеметы Складывать Мешки На Окна Как Бы Нельзя Быть Слабым Надо Давать Сдачи Значит Скорее Всего Он Пытается Определить Себя В жизни Через Врагов Это Совершенно Не важно Да Ну Как бы Есть Категория Людей Которая Пришла К выводу Что Они Верят В Социализм Хотя Это На самом Гидле Совсем Так Не Очень Понимают Что Они Важно Важно Что Они Считают Что Они Верят В Социализм А Те Кто Как Б Вот Считает Что Уже Это Пройденный Этап И что Россия Не Нужна Империя И Настали Какие-то Другие Времена Все Равно В любом Случай Он Враг В любом Случай Враг Не важно Либерал Или Кто-то Еще От Него Надо Отстреливаться То Есть Он Считает Что Он Должен Крепить И Крепить Окончательную Оборону Есть Люди Которые Говорят Ну Что Это Фигня Вообще Ничего Придумывать Не буду Не буду Ничего Придумывать Глупость Какая-то На самом деле Это примерно Такая же Позиция Но только У Николая Она честная Он готов Ее Продемонстрировать Заявить А все Остальные Говорят Мне не надо Меняться Мне и так Хорошо Я вот Останусь Такой же Какой Я есть Сейчас Не буду Я Другой Все равно В некотором Смысле Это Разрушительное Усилие Потому что Ну Хотим мы С вами Этого Или нет Но Возраст Все равно Идет И мы Вынуждены Вместе С ним Меняться И Вместе С ним Что-то Находить Другое Да Потому что Ну что Значит Для Вани С Маргаритой Вот у них У обоих Поросята Свили гнездо На дереве Я тоже Вот еще И у вас Четвертый Да Как бы Ну Это Летать охоту А? А мне летать охоту Мне летать охота Или Что-то такое Надо быть Выше обстоятельств Правда? И это Другая мысль Это мысль Уже Не из Твердокаменных Подростковых Защит Правда? Она Другая Подняться Над обстоятельствами Там Нам сверху Видно все Стать Мудрее Другой вопрос Что Наверное Да Вот Раз так Оба Акцентируют Что там Не поместится Четверо Поросят На ветках Дерево Дерево То Видимо Я так думаю Это значит Что Ответственности Они побаиваются Оба Оба Побаиваются Потому что Принять у себя Троих братьев И Как-то их Видимо Там На ветках дерева Покормить В общем Там Хорошо Одному Может быть Вдвоем А Четыре Борова Понимаешь Как это У Генри Помните Боливар Не вынесет Троих Троих Как бы Нет Вот И Но Это по крайней мере Какое-то Внутреннее Ощущение Будущего Да Дальше Следуют Те же Вопросы О которых Мы говорили И Которым Можно Возвращаться Бесконечно Например Гора Ну Да Это значит Что Хочет Ваня Вознестись На гору Ну Хочет Хочет Быть Гением Уникальным Хочет Вознестись Над толпой И Дальше Я должен Поинтересоваться Например Как Карабкаться На эту гору Как Как Ваня Себе Представляет Как Эти Поросята Добираются До Пятого Брата Наверх Они Там Худеют Потеют Карабкаются Скользят Голодают Страдают Или У них Как бы Вот Вырастают Крылышки И они Сами Собой Взлетают На эту гору Как Бы Это Амбиции Важны Это Амбиции Ну Важны Конечно Они Должны Быть У каждого Человека Их Совершенно Незачем В общем От себя В первую Очередь Скрывать Как Ты Их Достигаешь Тебя Возносит Кто-то Другой Или Ты Сам Карабкаешься Но Мы Просто Да Я Почему Жду От вас Анализа Уже Потому Что Мы Обо Всем Это Говорили С Большинством Здесь Присутствующих Вот У нас Была Тема Горы И Мы Обсуждали Что Это Значит Как бы Что Дальше Что Там Орлы И Долина Между Скал Что Она Значит Во Сне Ну То же Самое Что И Фантазии То же Самое Что Я Только Что Сказал В Общем Надежду На Получение Какого-то Тайного Откровения Какого-то Тайного Знания Ваня Наверное Именно Это Означает Тайная Долина Между Скал Письмо Махатм Ленину Как Да А Для меня Долина Это что-то такое Где бывает Золотой век Да Ну Да 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 Золотой век Доисторический Рай В большинстве Большинстве Индуистских Религий Сангхе Например Это Есть Ну Да Вот этот Рай Это Есть Некое Изначальное Состояние Человечества Которое Человек теряет Становясь Корыстным И эгоистичным В некотором смысле Мы говорим Абсолютно Об одном И том же Потому что Этот рай Он сохраняется Только в Шамбале В тайной Долине Между Скал Она же Беловодия Она же В общем Если хотите Во многом Ну Там Озеро Между Скал Тем не менее Невидимый Град Китиш Как бы То есть Она Сохраняется Золотой Век Сохраняется В Тайной Долине Между Скал В которую Могут Попасть Только Избранные Или Общаться С жителями Которые Могут Только Избранные Там Есть Храняться Махатвами Жителями Этой Долины Рецепты Счастья Да Собственно Это одно и то же Ну то есть В Христианстве 12-13 века Все те же самые Признаки Вы найдете В Описании Земного Рая Это и есть Долина Между Скал Находящаяся На краю Света За Остров Находящийся За Мировым Океаном Который Опоясывает Плоскую Землю В который Могут Попасть Только Достойные А достойные Как вы знаете Живут в монастырях В строгом смысле Этого слова Монастырь Есть Преддверие Рая И там Очень конкретно Описано Просто Это интересно Золотой век Да Или Рай В смысле Там Все спят На досках Открыв рты И вот Во время сна Им В рот Падают Плоды И они Не нуждаются Ни в каких усилиях Даже для того Чтобы встать И съесть Плод Сплела Из дерева Вот какое У них Полное счастье Там У жителей Рая Вот И Преддверием Рая Является Монастырь Потому что Он Человек Там Ведет Такой Образ Жизни Который Фактически Позволяет Ему Общаться Не с Ангелами С божьими угодниками Которые уже живут В земном районе И вот Они И могут Рассказать Дорогу Туда В эту Самую Долину Между Скал Ну В общем Это не важно На самом деле Я все это рассказываю Потому что Это некий Универсальный Образ И говорит Он О Все-таки Чаще всего О такой Иногда Осознаваемой Иногда Неосознаваемой Надежде Получить Тайные откровения У учителя Как бы Путем медитации Иисусовой молитвы Умного делания В общем Разными способами Но как бы В надежде на то Что Или там Вот как Слово забыл Как они Называются В общем Рона Хаббарда Как Саентологи Слово Саентологи Забыл Простите Ну Вы знаете Да Что Высшее Посвящение Это Возможность Общаться С Теми Кто летает На летающих Тарелках Как бы Они В свою очередь Сообщают Дорогу Домой Да То есть Вот Ну вот Видите Вы поднимаетесь Вверх Тоже там Наверное Получаете Какое-то Тайное знание Да А потом Возвращаетесь Вниз Да Возможно Возможно У меня Была Одна дама Которая Говорила Что У нее Есть голубая Мечта Чтобы ее Похитили Да Вот На летающую Тарелку Зачем Ей это надо Ну Чтобы получить Вот это Самое Фактическое Откровение Да Как бы Причем Это Отнюдь же Нередко Это такая Наша Какая-то Тайная Надежда Она Существует И Она тоже Очень древняя Ну вот У Сократа Получилось Или там Сократ Общался С Даймоном Юнг С Филимоном Да Вот как бы Какой-то Должен быть Источник Знаний Который Должен Нас Спокойно Привезти Обратно На поляну И здесь Никакие Волки Уже Нам будут Не страшны Мне Одна группа Рассказывала В обязательном Порядке Что Они потом Побежали К четвертому Поросенку Да Который Был женат Это была Главная Его особенность Одна девушка Прямо так Сказала Что он Был замужем Да И что Вот Типа того Ну как Как волк Что волк Вот жена Ему и покажет В конце концов Это ее работа Волка Из дома Прогодять Сразу То есть он Тогда не было Гениального Вани Который Сказал Что это Волк Семер Козлят На самом деле А не Поросят Вот То есть Мамка Должна быть Мамка Которая В конце Концов Волка И прогонит И это Нормальная же Стадия Человеческого Возраста Почему Почему то Совсем Никто Ну я понимаю Это очень Такой Видимо Не наш Способ Реагирования Но При Аналогичных Экспериментах Совершенно Очевидно Правда Что Где волк Не имеет Права Есть Поросят Согласно Культурной Договоренности Ну в церкви В церкви Соответственно Очень часто Пятый Поросенок Он Там Настоятель Храма Рэбе Я такое Тоже Слышал Можно Прибежать В синагогу Тоже Почему нет Как бы Но никому Почему-то Это в голову Не приходит В конце концов Где еще Можно попробовать Куда можно Попробовать Отправить волк Меня Вы Конечно Обидели Потому что Ну конечно Один из Поросят Может быть Психотерапевтом Который Объяснит Поросятам Как себя вести Правильно С волком А волку Скажет Что у него Комплекс Неполноценности Совершенно Точно Да И что В общем Можно вполне Пойти в магазин И купить Там консервов А не есть Живых Добрых Поросят Которые Тут вот Платят Деньги За прием Понимаю Вот Ну куда еще Ну правда Вот смотрите Это на мой взгляд Очень характерные вещи И на самом деле Очень интересные Потому что Конечно Странно Правда Что у нас Никто не ищет Способов Какой-то Примирения С волком Да Там Не успела Что я вот Ну подумала Что может быть Он на самом деле Ну это кажется Что он Страшный Хочет Какую-то Динструктивную функцию С собой несет Может быть Ему Нужно было дать Поесть Что-нибудь другого То есть Не обязательно Нужно было Жизненно Поросят Есть Да Или Погласить на чай Птюшку Или Может быть У волка Есть какие-то Другие Еще Занятия Поросят На луну Например Может быть Ему Поэтического Чего-то Не хватает Вот этого Вот этого Вот этого Да Вы на что Намекаете Ну Это же Просто Вы же Уже читаете Стихи Уже Уже Их читаете Дай Джек На счастье Лапу Мне Пойдем С тобой Палаем Повоем Палаем Палаем При луне На тихую Весеннюю природу Под видом Маму Он переодевается И потом Они вместе Поют В советском Мультфильме Субтитры Ну Не приходит Приходит В голову Что волк Всесилен То что я пытался В передачах Вот О наших Отношениях С государством Такое Крепостническое Отношение К волку От волка Можно только Убежать И спрятаться И так Между прочим Реальное Пространство Российского Государства Во многом Увеличивалось Вы это понимаете Я сейчас Просто боюсь Исторические Какие-то вещи Говорить Но Крепостные Бежали Те самые Самостоятельные Мышления Бежали Они куда? На Дон В Сибирь И так Там появлялись Населения Появлялись Поселения Казацкие Раскольнические Как бы Несогласных И так На самом деле На этих вот Беглых Между прочим Во многом Увеличилась Территория России За счет того Что Они Бежали От В том числе От ужасов Крепостного Права Пытаясь Обвести Какую-то Самостоятельность И видимо Это до такой Степени В крови Что У нас Действительно Обновляющее Большинство От волка Бежит Никому Вот так Сразу Я говорю Я уйду На 10 минут Придумайте Какую-нибудь Историю Как бы Нет Кругом Враги И как-то Задуматься О том Что волк Может иметь Какую-то Другую Характеристику Мотив Или как-то К нему Можно по-другому Научиться Относиться А вдруг Получится В конце концов Можно же Скинуться И накормить Его чем-нибудь Черт возьми Правда Ну как вариант Да Валя Волк Это Переодетый В шкуру Четыре Оставшихся Поросенок Ну В общем В жизни Так оно и есть Кто такие Наши начальники Ну это Переодетые В шкуру Поросята Даже Кто бы Сомневался Даже Все это понимают Правда Волки Смонстрит Да Но по внешнему Виду Определенно Страшные Определенно Съедят Без Вариантов И Это Да Это Некий вид Окончательности Того самого Гештальта Который Мы порой Проносим Через всю жизнь И хорошо бы Научиться На таком Примере Мыслить Как Вообще Это может быть По-другому Что может быть Это же На самом деле Если хотите Для меня Главный вопрос Нашей страны Последних Двадцати пяти лет Что может быть Кроме железной Двери И засовок Ну правда Что делает Поросенок Он строит Крепкий дом Который Можно биться Главой об стенку Не сломаешь Но обратите внимание Волк Все равно Лезет через Дымоход И между прочим Вот эти Старинные Еще кое-где Сохранившиеся Русские избы Которые топились По черному Это же тоже В действительности Имело свои Суеверные Мотивы Потому что Через трубу Может залезть Злая сила Не волк Конечно Но может Леший Проникнуть И поэтому Мы все крепче И крепче Обороняемся И это Ну наверное Если говорить Да И это Некое Самогадание Самому себе Я все время Говорю Некоторые Предсказания Будущего Крепим Оборону Все больше И больше Остаемся В одиночестве Учимся Как-то Раскрываться Как-то Двигаться Навстречу Пытаться Понять Самое Главное О чем Говорит Ваня В психоанализе Который Сейчас Изучает Паша Это Называется Проекция Которая Мы тоже Многократно Говорили Правда То бишь Гештальт Психологии Гештальта По сути Это одно и то же Просто Разные Термины Красивые А суть То в том Что мы Смотрим На другого Через призму Собственных Взглядов Мы знаем Про себя Что мы Противоречивые Внутри Нас есть Добро Есть Нежность Есть Неуверенность Есть Плаксивость Истеричность Демонстративность Но признавать Этого За другим Человеком За партнером По жизни За коллегой По работе Мы не хотим Мы смотрим Однозначно Волк Я могу дальше Бесконечно Всю эту символику У меня есть Исламская Христианская Значение Числа 7 Я уж не говорю Что если мы Сейчас начнем Про число 3 Но это Не обязательно Напишите Сказку Про себя Про то Чего происходит С вашими Тремя поросятами Розовенькими Нежными Когда за ними Охотится волк Не обязательно Написать ее В виде романа Напишите ее Схематично Как мы тут Пытались нарисовать И что-то в голове Прояснится Потому что Наладится Какой-то план Понимания На самом деле Вот если вы Обратите внимание Смотрите В этом все есть Есть ученик Есть учитель Мудрец Священник Но я могу Помочь вам Увидеть Чего вы написали Написать-то Вы должны Все равно Сами Иначе Это будут Мои фантазии С моими Я не знаю Заиканиями Ошибками Вон я сказал Что Семь кругов ада Их девять Конечно Сам только что Книжку написал А бы Опять же Имею я право От усталости На свои проекции Вот я Запал на число семь Хорошо Не нравится Давайте Пусть поросят Пусть поросят Будет Девять Ради бога Понимаете Понимаете Тоже у каждого С числа Числа три И дальше было Много Или три Или много Сначала Один Возможно А возможно Это важно Лично для вас И тогда Это тоже Очень большой И серьезный вопрос Как этот один Поросенок Перебираясь Из дома В дом Из крепости В крепость Спасался От волка Или он Что-то такое Все-таки Для себя Решил Ну Выступил С воззванием К рабочему народу Собрал Поросячий Пролетариат И Да Посшибал Волком Божки Пришло мне В голову Ну Как бы Понимаете Какая штука Изначально Возможно Это и было Число Один Но проблема Заключается В том Что Умножение Неминуемо Умножение Ведет К мудрости К тому самому Следующему этапу Чтобы ученик Был поглощен Мастером Или учителем Как они говорят Короче говоря Подумайте Об этом Господа И Ровно Через Следующую неделю У нас встреча С Виктором С рисованием А Через две недели Со мной Хорошо Договорились Спасибо за субтитры DimaTorzok